знаете господа люди подходят начинают доставать учить такое это пивная открывашка они о чем не достается нет там никакого орудия смертоубийстве гринит это просто пивная открывашка все и у них там мы продолжаем нашу виртуальную выставку стенд на жиар василий привет суши знаешь мы обычно это работает в такой схеме что я подхожу к стенду и начинаю задавать вопросы какие-то ножи которые я особо для себя визуально выделил на стенде здесь я не могу этого сделать потому что она все уникальное все интересное поэтому я затыкаюсь расскажи пожалуйста про вот всю эту красоту давайте так начнем за виталий смотрим я объясняю это как бы на всех выставках да то есть я продаю не ножи я продаю идеи смысла как я это называю есть несколько направлений которые я для себя определил и по которым я очень четко работаю есть направление вики это направление ведьмаческое такое направление западной европы который мы сейчас очень популярна кстати слушай я просто работаю давно как бы начинал с северных серий так называемых ножевых да то есть это когда там она же самов ножи непосредственно норвежского типа ножи нашего кольского полуострова ножи курил вот такие вот темы да то есть разбросанные да и в то же время какие-то аутентичные почему вот такие ножи у этого народа да то есть от чего это взялось надо понимать да как бы менталитет а как понять менталитет это либо какие-то сказки либо да это какой-то знаете то есть фольклор да то есть были на какие-то да то есть и да я не знаю там все что угодно я начал вот копать вот в этом направлении вот это куколки к кэши то есть сейчас она у меня в одном экземпляре планирую я сделать серию из пяти куколок они будут все разные да то есть как бы разного размера разного наполнения скажем тогда как бы разным смыслового содержания есть куклы традиционные к кэши их всего один с видов по форме имеется виду есть авторские и сразу же пока вы не выключили ролик ребята там нож смотрите дальше вот да это нож клинок это 65 г и никель ламинат собственно ничего сложного нету да ну вот такой сделан немного в японском стиле опять же я никогда не претендую на out-end то есть я делаю как я вижу просто это моя авторская мысль и вот она вот такая тагра стабилизированный мореный лосиный рог это все вручную вырезалась да тоже прокрашивал с акрилом очень интересная как бы история появления этих куколок свое время когда в японии это тысячи сотые тысячи двухсотые года был очень жестокий голод и крестьянские семьи не могли скажем так то есть вот родилась девочка но нельзя ее оставить и вот ее как бы убивали чтобы была память о ней жива потому что у них культура синтаизма да то есть культура как бы предков да культуру как бы родни очень сильная они делали вот такую символическую куколку очень интересная тема с японцами связано у них есть так называемый культура подарков то есть на каждый случай у них свой подарок для благополучия как раз в семье у них вот эта куколка кукла да совершенно верно я не смог пройти стороне это можно назвать муж благополучия да то есть такой но да может быть может быть то есть просто история вот пока я ее вижу так дальше опять же япония просто так вот привез вот такую вещь вам посмотреть нож я назвал вака вака это японские пираты они конечно терроризировали очень здорово китай корею вот ну и вот тоже вот такие вот ножны кстати пиратская тематика форме клинка прослеживается ну а как по-другому тогда ну мы с тобой же разговариваем да как бы именно той темы что есть какая-то идея мы ее просто реализовываем эта идея то есть к нему идет чехол тоже с выжиганием обязательно японские джонки то есть естественно да как бы форма клинка да то есть небольшие вставочки да это стабилизированный лосиный рог стали 95 х18 и амарант ручка собственно говоря то есть как бы ничего сложного в то же время вот такой небольшой приятный но очень обычно на самом деле я прям удивлен оказывается у нас понимаешь какая беда вообще у людей я за то что как сказать чтобы нажиманы они начинали читать изучая засловно потому что очень часто подходит говорит о самурайским вот самурайский нож то есть а то что это как бы американская вот это никто даже не понимает вот надо как-то вот это вот исправлять эту да да и немножко уже понимать по формам да как бы и почему так вот и никак по-другому сделано абсолютно согласен то есть если мы даже говорим про японский танто это японский танто не у тебя но это что это же америка америка не знаю вроде японская тема да но вот все дракон с дракара да вот тебе южно-китайская тема да вот тебе американский клинок ну и уж коль на то пошло пожалуйста вот он немножко японщины да и вообще все вырезаем вот часто такое случается на самом деле то есть очень хочется сделать так его придумать что вот дракон есть другого дракона да вот смотрите какой я умный но получается вот то что получается я еще раз говорю я не гонюсь за у тем там есть какая-то идея я ее делаю даже когда мы мешаем стиле ничего там плохого нету возьмите модерн ребят там экспрессионистов которые просто мешали стиле ничего нормально и всем нравилось но ты знаешь вот глядя вообще на твой стендент вы и ножи я могу это я даже тебя ножи делом не могу назвать я тему называть художником потому что это все это вот но какие-то такие работы но это не ножи это искусство какое-то уже художники да то есть они все-таки больше придумывают из головы да они ориентируются на каких-то тоже других художников где-то они что-то видели от кого-то они подпитывались до своими моментами да то есть я тоже самое я изучаю процесс но я больше ремесленник все таки это блин это творчество однозначно даже хотя бы взять вот этот нож я просто офигел когда стал его из ножен я не ожидал парни я покажу вот эти нужно да 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 бери вот смотрите вот это выглядит вот так и ну я даже говорить ничего не буду вы понимаете где должна быть режущая кромка и так далее ты его достаешь она вот так и такой блин нифига себе режущая кромка здесь а потом смотришь нет блин это обуха режущая кромка все-таки здесь ты все поломал все стереотипы это не я это племя масаи и здесь тогда расскажи про племя масаи и про этот нож совершенно ни при чем дело в том что да была у меня так называемая южная серия когда я делал африка и немножко аравийский полуостров и вот один из ножей который я делал это вот масса и так мы его и назвали вот то есть в чем прикол упор у него естественно под большой палец идет можно работать обратным хватом поначалу я вот когда первый раз мы его сделали я тоже думал как вообще то есть что за ерунда я назвал его носорог поначалу до носорог потом ходил-ходил ну да носорог круто да все-таки назовем по племени по которым это сделано то есть назвали масаи а потом народ раскусил и народ начал брать удобно народ начал брать его много причем я никогда они не схожу с ума со сталями здесь обычные наших а 12 ммф она мне очень нравится да то есть оставил элемент ковки до спуске собственно говоря ручка это у нас стабилизированный лосиный рог и стабилизированный карельская береза то есть ну и естественно как бы так как это африканская тема да то мы с вами делаем здесь выжигание да именно на африканские мотивы да именно африканские орнаменты то есть давайте так вся фишка в том что можно как бы нарисовать что-то просто какой-то пейзаж африканский это вот как здесь да но это будет неплохо типа африканский да вот но если ты добавляешь элемент орнамента это всегда круто конечно вот данном случае когда люди смотрят а почему художник вот так нарисовал когда они понимают что это орнамент да это вот уже у них очень крутая тема вот прям мне прямо понравилось меня прям впечатлило сколько стоит подобный нож такой стоит 6500 у тебя сайт какой то есть до нож нож . в описании ссылка блин парни это круто вот это прямо круто особенно для коллекционеров я думаю что люди очень оценят то есть опять же вот покажу да то есть вот стабилим рога сейчас много стабилим по-разному стабилим на нравится мне вот эти цветовые гаммы вот и хочу уже вот подвести такую тему да есть у меня и меня очень многие мои скажем так клиенты спрашивают ну когда ты уже вот тролинную серию продолжишь потому что у меня она была вот осенью я распродавал последние ножи из этой тролинной серии художник такой есть асмундсон вот сейчас я тролинную серию сделал по юну бауру художник начала двадцатого века это основоположник вообще скажем так картин которые изображают троллей вот мультяшном таком стиле которым мы сейчас их представляем 907 915 года он вел альманах между эльфов и троллей это в швеции это альманах который уходил каждый год для детей швеции он так круто просто вот сумел от изобразить северную природу и вставить туда тролли эльфов принцесс да что просто все у всех вот и шаблон шаблон вот там срывает посмотрите юн бауэр до сих пор в швеции выпускают книги именно с иллюстрациями этого художника он у них один из самых известных художников как будто в двадцатого века сто процентов да как бы именно швеция скандинавия это вот его иллюстрации собственно говоря да как бы мы их переносим непосредственно до на ручки ну и делаем опять же аутентичные к ним чехольчики интересные да то есть вот такие вещи опять же да то есть если уж мы с вами как бы идем по скандинавскому поясу да то сразу можно посмотреть такие вещи как ну вот хаука да собственно говоря да то есть щучек разных разнообразных да то есть это тоже ножи афинского типа скажем так но опять же как я их вижу потому что навряд ли ребята с финляндии да то есть добавляли как бы рога горных баранов да то есть вот и стабилизированы карельскую березу то есть именно есть щучка и щучка у финнов не часто встретишь это тоже да то есть тут момент очень простой да у них либо то есть есть загиб наверх либо он прямой но тут уже опять же понимаешь то есть тоже если щучка шведов больше они все перемешалось в этом королевстве если мы с вами берем как бы ножи финского типа военного образца они были ребята немножечко по длине вот они были такого вот образца в основном то есть да то есть и нашим войскам на в советско-финской войне очень не хватало очень досталось потому что меня же не было да и финны в этом плане как бы на когда она начиналась там да немножко нас получили в этом плане в хорошем смысле да то есть и потом да было принято решение и уже пошли ножи разведки да то есть и нквдшки финночки и разные других на самом деле очень много слушай но мы можем вечно сговорить про эти ножи потому что тут каждый нужно служивает вообще отдельного ролика я бы даже сказал меня заинтересовала вот это еще форма ножа сакс обычный сакс обычный нож на самом деле то есть просто именно форма она идет вот такая вот я ее подработал немножко да то есть я здесь вот сделаю не прямую я сделал с выемкой то есть больстрый задник это тоже горный баран ручка стабилизированная карельская береза очень ножи эти нравится особенно вот сейчас к сожалению нет у меня но я буду их делать так называем с кабаном как мы это называем то есть когда идет дырка под темляк в вырезанная как кабанчик мы это называем гальский кабан такая тема очень людям нравится да люди много тоже заказывают хочу тебе вот про подвески рассказать давай это вот как раз вики да то есть вики это ведьмачество фишка в чем товарищи фишка в том что мы можем ее носить скажем так как подвеску просто даже не достая нож причем подвеска у нас получается двухсторонняя вот у нас здесь такая красивая женщина с черепом да и сверху это знак женский да ведьмаческий вот мы переворачиваем пожалуйста и вот у нас уже пожалуйста мужское начало да то есть такой друид да и мужской знак и не проблема да хотим получить нож пожалуйста да специально я сделал вот такие штучки для чего чтобы он не выпал потому что по-разному люди ходят да то есть бывает разное движение да я просто побоялся подумал ну давайте все таки наверное собственно говоря как-то будем их пытаться держать первые мои работы не судите строго товарищи да то есть это профильная резьба с добавлением объема очень сложная техника на самом деле очень муторная техника потому что потом все это еще прокрашивается вот такие темы ну ребята просто пираты карибского моря это наше все то есть пожалуйста вот такой вот капитан и здесь естественно корабль черная жемчужина ну естественно здесь у нас идет обязательно ключ да как который хранил капитан от сундука совершенно верно и карта то есть корабль как стоят такие ножи сущие копейки 25000 для российского рынка я думаю это как за такую работу я считаю что это ну . работа все ножи рабочие я такие вещи стараюсь сделать либо звезд пятки либо исходы на цена то есть не ржавейка либо слабо ржавеющей стали то есть ты можешь спокойно с ними передвигаться по городу открыл порезал что-то построгал закрыл снова у тебя красивая вещь многие даже не догадается что это какой-то нож то есть если ты идешь на какое-то мероприятие там есть особенно в москве очень часто меня просят сделать там вася ты можешь сделать какой-то ножик который вот просто вот идут вот у тебя проверяет а его не видно что это нож ну вот делаю ссор да сделаем да то есть собственно никто бы и на 1 не подумает особо сильно ну и наверное последнее о чем я хочу сегодня поговорить ну опять же да в рамках ролика по крайней мере это вот такой нож точнее форма клинка потому что тут якутская и хрен пойми что расскажи вот про это вот понимаешь какая ситуация дело в том что это тоже вики чумная королева я назвал тут ножичек то есть там тоже есть такая сказка достаточно темная инквизиторы сожгли на костре семью этой девушки и вот она вот попросила у леса защиты он не дал крыс управлял крысами нашла чумных крыс и заразила замок инквизиторами все красиво инквизитор умерли добро победила слушай но это все безумно интересно ребят мы еще раз мы не можем поговорить сейчас про все ножи формате нашего сегодняшнего видео поэтому описание будет ссылка вы можете зайти на сайт посмотрите всех горчу на сайте практически ничего такого нету ребята тогда ждите следующие ролики мужской дороге да то есть либо обращайтесь просто индивидуально я могу все нафоткать спасибо тебе большое очень интересно это уникально это не просто ножи это прямо вот я старался круто ребят в любом случае все ссылки в описании и не забывайте мы только начинаем нашу тему виртуальной выставки смотрите следующие ролики всем пока и до встречи в сети ну Продолжение следует... Продолжение следует...